Домашний зоопарк приветствует всех, кто не только обожает своих питомцев, но и хочет научиться грамотно за ними ухаживать. Сегодня в нашей программе. Чего боятся домашние кролики? У него от страха может просто произойти разрыв сердца. Рубрика «Выбери меня» расскажет, кто первым решил держать кроликов дома. Многие владельцы кроликов предпочитают гулять с ним на улице. Сколько надо сделать прививок? Щенок на приеме у Айболита. Это паспорт здоровья. Сюда ставятся все отметки о прививках, какие будут идти по жизни. Как обхитрить лесу? Сюда прошла лиса, за ней прошла собака. Значит, пошла ли собака следом за лесу, или она пошла и навстречу. Репортаж с соревнований норных собак. Им надо целый день бегать, как маленькие пружинки, неиссякаемые. Каков джентльменский набор начинающего аквариумиста? В рубрике «Счастливы вместе» советы, как правильно подобрать оборудование для аквариума. Этого оборудования достаточно, чтобы рыбки ваши жили долго и счастливо. Какая команда для щенка самая трудная? Обязательно снабжаем подачу куска словами «хорошо», «молодец», «стоять», «супер». На собачьей площадке отрабатываются команды «стоять», «ко мне», «рядом». Мода держать дома ручного кролика распространилась по миру из Европы. В католических странах на Пасху кроликов дарят детворим. Вот это трех-четырехмесячный кролик. Растут, они достигают уже такого нормального размера в год. Качат, играет. Играет как и с кошкой, так и с собакой. Такой веселый характер. Он очень приручается к хозяину. И стоит вам пойти из комнаты на кухню, он бежит за вами и просит там какую-нибудь морковку, лакомство. Многие владельцы кроликов предпочитают гулять с ним на улице. То есть для них есть специальные шлеечки, с которыми можно выйти, пойти погулять. Селекционеры вывели к карликову кролика в начале 20 века. Прародитель домашнего вида – европейский дикий кролик. Братец-кролик – излюбленный персонаж европейских сказок. Вспомнили? Хитрый и смышленый, который с легкостью может обвести вокруг пальца коварного братца-лиса. В природе заяц представляет для охотника настолько сильно опасность, что его нужно на вытянутую руку держать от охотника. В связи с тем, что у него сильные задние лапы, которыми он раздирает, там может даже и с лисой потягаться. У него очень мощные задние лапы с когтями. Вот, когти мы видим. Поскольку еще кролик маленький, у него они не такие большие и острые. Они царапаются, особенно сильно задними лапами. Поэтому лапки ему обязательно нужно постригать. Можно кошачьей когтеточкой, можно ножничками. Аккуратненько-аккуратненько, прям вот кусочек ногтя подстригается. Отличительная черта искусственно выведенного кролика – короткие ушки и укороченная достаточно круглая мордочка. Так что, когда выбираете, смотрите на уши. Карликовых кроликов нежелательно брать за уши. В том плане, что это не заяц. Не заяц им очень больно. Покупать кролика лучше в 3-4 месяца. У них все вирусные болезни проходят до 4 месяца. То есть, если животного больше 4 месяца, то практически он уже никакую инфекцию не поймает. Домик для кролика обустраивают следующим образом. По дну клетки рассыпают наполнитель. Сверху стелют сено. Кролики его очень любят. Пить кролям удобнее из специальной поилки с шариком на конце. При выборе наполнителя нужно придерживаться того, что животное находится постоянно в клетке и ведет активно подвижный образ жизни. То есть, постоянно прыгает, скачет. Поэтому наполнитель для кроликов должен быть на деревянной основе. Она позволяет животному спокойно, без всякой пыли, в отличие от кошачьего наполнителя, без всякой пыли и вот этих каменных отложений дышать и спокойно жить в этой клеточке. Карликовые кролики очень легко приучаются к лотку. Так что, если этот момент вы отрегулируете, можете отпускать его побегать по дому. Правда, не следует забывать, что ваш питомец большой любитель грызть все, что попадает под зуб. Они боятся высоты. То есть, их можно совершенно смело посадить на табуретку, на какой-то небольшой стол, и он никуда не убежит, то есть не спрыгнет. Если он видит, что высота большая, он, в отличие от других животных, прыгать не будет. Прекрасный способ контролировать кролика на воле – шар для прогулок. Внутри шара сделана специальная дорожка. Чтобы лапки не скользили. Они очень любят в этих шарах бегать. То есть, ему уже не опасны никакие животные на улице. Можно на даче смело его в этом шаре выпускать, и он будет бегать, пока вы его оттуда не заберете. Кормить кролика лучше сбалансированным сухим кормом и сеном. Овощами и сырой травой злоупотреблять не следует. Помните, он же не дикий. Может случиться расстройство желудка. Очень любит зубами кидать миску с едой, если еда ему не нравится. Также может стучать передними лапами, ну и что-нибудь грызть. Да, иногда карликовый кролик может проявить прадедовский характер. Но в целом он мало чем напоминает диких предков. Это животное очень нежное, с тонкой душевной организацией. Его нельзя сильно пугать. То есть, если на него набросится овчарка, ну или какая-то другая собака, злобная, когда он почувствует опасность, у него от страха может просто произойти разрыв сердца. Карликовые кролики забавные, веселые и очаровательно милые. Ухаживать за ними совсем нетрудно. С этим может справиться даже ребенок. Но если в вашем доме появится маленький кролик, в нем наверняка станет уютнее и теплее. Если вы приобрели животное и выдержали необходимый карантин, желательно животное вакцинировать. Перед вакцинацией желательно дать животному глистогонное. Схема вакцин существует до смены зубов, после смены зубов. И для каждого вида животных она своя. Для собак своя, для кошек своя, для кролика своя. Вот этот щенок, в частности, был подброшен в клинику больше месяца назад. Он прошел у нас карантин. Ему было дано глистогонное средство. Сейчас у нас будет идти прививка. Собак прививают это чума, гепатит, энтерит, аденовирус, парагрипп, бешенство, лепцепироз. Кошек прививают это панликопения, ринотрихиид, кальцевироз, хламидиоз и бешенство. И у собак, у кошек обязательно бешенство. Прежде чем вакцинировать животное, проводим медицинский осмотр. То есть мы смотрим, опять же, цвет слизистых, состояние ротовой полости, состояние кожных покровов. Дальше смотрим на лимфоузлы, состояние живота. Животное должно быть в состоянии клинического здоровья. Сейчас у щенка будет первая вакцина, которая идет у нас от чумы, гепатита, энтерита, аденовируса, парагриппа и лепцепироза. Вакцина вводится как подхожим, так и внутримышечным. Все владельцы должны помнить, что реакция на прививку может быть нечасто, но животное может быть виловатым один день, но ни поноса, ни рвоты от вакцины быть не должно. Сейчас мы делаем подкожно, так как здесь животным, в принципе, менее болезненно. Все владельцы должны знать, что вакцинация, проведенная самостоятельно, она не несет юридической правды. Поэтому желательно, чтобы, когда вам делают прививку, должен быть заведен ветеринарный паспорт, должна стоять отметка, либо печать клиники, либо печать частного врача. Тогда это будет юридически оформленный документ. Это паспорт здоровья. Сюда ставятся все отметки о прививках, какие будут идти по жизни. На первой странице мы должны потом оформить это фамилию владельцев, данные о владельцах, данные о животном. Дальше у нас идет вклейка о самой вакцине. Ставим дату. Ставим печать клиники. Опись врача. И обязательно идет запись в журнал. Она идет номерная. 2214. Ставится в состоянии здоровья. Что же животное клинически здорово. И пишется, какая вакцина была введена. Значит, ветпаспорт – это ваш документ, если животное кого-то прикусит. Нужна будет справка о покусах. Либо, если вы переезжаете из региона в регион, либо дальние страны, все справки оформляются только при наличии ветеринарного паспорта. По законодательству, животные старше 3 месяцев должны быть привиты от бешенства. Минимум 30 дней до момента выезда, от момента вакцинации. И прививка от бешенства действует 1 год. Это очень важно для тех людей, которые с животными путешествуют. Потому что очень часто бывает, когда приходит человек за 3 дня до отъезда, у него не сделана прививка от бешенства, нет вот этого 30-дневного карантина, так называемого, таких животных, как правило, за границу не выпускают. И это очень сильно осложняет жизнь и владельцам животных, и ветеринарным врачам. Очень важный момент. То есть, вот это вот штамп регистрации. Мы здесь ставим наш номер 2214. Ставим дату, соответственно. И ставим ветеринарный врач, кто сделал эту прививку. И опять же ставится печать. На основании этого номера любая проверяющая организация может узнать, сделана эта прививка на самом деле, либо это всё фальсифицировано. На охоту в порядке общей очереди. В подмосковном кинологическом центре норные собаки собрались посоревноваться в мастерстве. Это норная охота, хотя собаки универсальные, работают и по копытному зверю, и работают при подаче утки с воды. И основная их специфика – это, естественно, норы. Норы – это лисы, бурсаки и еноты. Охота для норных – любимейшее занятие. Этот нетерпеливый, не желает ждать своей очереди. Знает, за калиткой заветная нора. Хозяева более сдержанные. Мешать соперникам запрещено правилами. Заходить на площадку с собакой можно только по команде судьи. Вот уже собаку веду. Сложенная из кирпичей восьмёрка и есть соревновательная трасса. Внутри – земляная нора с различным рельефом, местами только ползком. Всё как в жизни – 240 метров темноты и духоты. А вот и живая норка. За столиком – судейская бригада. В поле – арбитры, норные мастера. Чтобы поймать лисицу, каждому хвостатому спортсмену отводится 12 минут. Мы командуем нор-мастерам, чтобы они управляли передвижением лисы, потому что по правилам собака не только должна 240 метров пробегать за лисой, но она должна также вот по более сложному кругу пробежать не менее четырёх раз, потому что этот круг содержит неровности рельефа. Действия собаки оцениваются по жёстким нормативам. За каждое нарушение – штрафной бал. Обнаружить приманку надо за минуту. Потом – погоня. Собака должна действовать быстро и точно. Пользуясь нюхом, безошибочно следовать по маршруту лисы. Это смотровой котёл, потому что в нём есть окно, через которое видно, что сюда прошла лиса, за ней прошла собака. Значит, пошла ли собака следом за лисой, или она пошла ей навстречу. Если собака пошла навстречу лисе, то это тоже ошибка, за это тоже снимается бал. Когда положенные метры отбеганы, судья даёт команду и трасса перекрывается. Образуется тупик, и в этом тупике собака в идеале должна взять лисицу мёртвой хваткой. Этот молодой охотник показал себя блестящим бойцом. Хватку продемонстрировал. Правда, допустил пару ошибок в преследовании, но это от неопытности. Хозяйка довольна. А вот ждёт в своей очереди опытнейший пёс по кличке Грин. Для своих просто Гриша. Ему 10 лет. Ходит рофеев, лисы, еноты и всякая пернатая дичь. Среди спортивных наград множество дипломов, в том числе и первой степени. Старт дан. Хозяин нервно курит. Судья одобрительно кивает. Григорий своё дело знает. Работает чётко, без штрафов. Главное, психологический поток. Лиса загнана в угол. Пёс громко извещает об этом. Надо брать рыжий мёртвый хватку, но он не спешит. Это тоже положительная работа, которая может быть полезна на охоте, поскольку, когда собака под землёй лает на лисицу, охотник сверху слышит и копает шурф в этом варианте, для того, чтобы эту лисицу добыть. Время мушно. Захвата так и не состоялось. Но хозяин и не думает пса в чём-то упрекать. Рисит. Рисит. Судьи оценили Грина на диплом третьей степени. Зрители гораздо выше. Хозяин Гриша рассказал много интересного о своём спортсмене. К примеру, что он не случайно не пошёл на мёртвую хватку. Это его хитрость. Таксы очень умные псы. От лисы многое зависит. То есть лиса-то в лотерее, в принципе. Может посильнее попасться, может послабее. Из-за этого ягоды, они, им, по-моему, вообще всё равно, какая лиса. А эти боли такие, вдумчивые. Поэтому если лиса сильная, он лучше так вот сядет и будет брехать. В этот день в соревнованиях приняли участие больше 60 собак. Ещё хочет не набегать собак. Им надо целый день бегать, как маленькие пружинки, неиссякаемые. Ритм жизни у людей в мегаполисе бешеный. Не всегда можно найти пару дней для настоящей охоты. Такие соревнования – прекрасная возможность дать своим четвероногим любимцам выпустить охотничий пар. Аквариумы бывают по объёму разные, в зависимости от вашей фантазии обстановки дома. Можно аквариум приобрести большой треугольный, можно приобрести маленький. В нём можно разместить в 130-литровом аквариуме примерно до 20 рыбок. Если маленький – штучек 20, если покрупнее рыбки идут, соответственно, уже меньшее количество. На одну рыбку обязательно идёт до 3 литров воды. Для того, чтобы ваши рыбки жили в нормальной среде, вода должна в аквариуме стояться 2 суток. Если рыбки будут лабиринтовые, которые не требующие кислорода, им достаточно только обогрев и сам дизайн аквариума. Если рыбки обыкновенные, то им нужен фильтр. Фильтр играет роль в аквариуме. Он даёт кислород рыбам и чистит аквариум. Фильтр устанавливается непосредственно к стенке аквариума. Он крепится элементарно на присосках, регулируется. Шланг, который выходит за фильтром, он должен быть за аквариумом. Он подаёт подачу кислорода в аквариум. Каждую неделю надо фильтр вынимать из аквариума. Из него снимается клубачок. В этом клубачке находится губка. Она достаётся сюда и промывается. Можно промывать его под водой, чтобы не было всяких бактерий. И также, таким же действием его выставляете обратно. Процедуры это несложные. Достаточно один раз в неделю промывать. Полный капитальный чистка аквариума, взять 130-литрового, достаточно раз в год. Много не зависит. Это зависит от того, какая у вас рыба будет и как вы будете её кормить. Также для аквариума нужен обогрев. Обогрев рыбы многие требуют. Это температура примерно от 22 до 30 градусов. Он также крепится в аквариум. Розетка закидывается за аквариумом. Он крепится на присосках. Регулятор обогревателя должен быть выше воды. Чтобы можно было спокойно его отрегулировать. Поставить нужную температуру. Оптимальная температура 25-27 градусов. Этого оборудования достаточно, чтобы рыбки ваши жили долго и счастливо. Если вы хотите, можно всегда украсить полностью дизайн вашего аквариума. Можно купить грот, всякие коряги, украшения. Это уже зависит от вашей фантазии. Как вы хотите. Но для рыбок лучше, конечно, много аквариума не заполонять. Для аквариума бывают грунты разные. Есть речной настоящий грунт, который только требует кипячения и промывки. А есть искусственные грунты цветные. Но их нельзя кипятить, так как с них краска вся слезет. Бывают живые гроты, коряги. Чтобы сомики могли у них прятаться. Также, помимо, чтобы они прячутся, они могут откладывать с икру. Бывают искусственные растения, пластмассовые. Они ставятся для украшений. С ними меньше хлопот. Их достаточно только достать и промыть. Они бывают из разных материалов. Бывают тряпочные, бывают пластмассовые, обыкновенные. Для живых растений есть специальные гранулы, которые подкапываются под корни, чтобы растение могло расти. Соответственно, живое растение вы не можете просто посадить и оставить его аквариум. Также за ним нужен уход, как за цветком. Подкапывать, подрезать, промывать его. Предположим, нам нужно учить собаку команде стоять. Значит, собака для этого должна, к примеру, сидеть. Собака сидит перед вами. В правой руке лакомство. Встаем перед собакой. И правая рука идет на собаку, снизу как бы вверх, к морде лица, толкая собаку от себя. Стоять, движение на собаку. На собаку. Стоять. Попа должна отойти от хозяина. Именно попой собака должна сделать движение назад. Стоять. Опять быстро кусок убрали и тут же дали. Опять при подаче куска назад. Стоять. Собака должна учиться не двигаться в сторону хозяина, а четко вставать на одной точке. Стоять. Хорошо стоять, гуляй. Обязательно снабжаем подачу куска словами «хорошо», «молодец», «стоять», «супер», выделяя то, что вот это правильное поведение. Теперь команда «ко мне». По команде «ко мне» собака должна прийти к хозяину и сесть у левой ноги. По нашему российскому нормативу, по общему курсу дрессировки. Я предпочитаю, чтобы лакомство сразу было в левой руке. Так понятнее и удобнее для собаки. Поводок у нас уже сейчас в правой руке, лакомство в левой руке готовим. Заинтересовываем собачку. Собачку заинтересовываем. Несколько делаем движений от собаки. Ведем ее на себя. Потом делаем шаг левой ногой назад. Ведем по кругу собачку к ноге к левой, потом левой приставляем к правой. Кусок за голову собаки, как она уже знает на команде сидеть. Собака садится. «Хорошо, ко мне». И дальше собака опять сохраняет требуемое положение. За это мы ее поощряем. «Хорошо, ко мне». «Хорошо». Желательно не ронять лакомство. Если уронили, то опять поднимаем голову на себя, выводим внимание на себе и за это даем кусок. И еще раз повторяем. Значит, собака у нас гуляла. Мы взяли лакомство, заинтересовали, заинтересовали. Несколько шагов от собаки, чтобы собака поняла, что по команде ко мне надо двигаться. Движение левой рукой к левой ноге. Вот, кружочек. Собака садится. Кусок за голову собаки. Кусок. Даем собаке. «Хорошо, ко мне». Нету команды сидеть, есть команда ко мне. Одна команда ко мне. То есть мы не помогаем дополнительными командами. Мы сразу объясняем, что ко мне это приход и посадка у левой ноги. Как только скормили лакомство, команда «гуляй». Вот. И движение рядом. По команде рядом. Собака должна быть у левой ноги, садиться точно так же, как по команде ко мне. Пришла, села. Вот. Это начальная позиция, начальная позиция команды «рядом». Собака сидит. Здесь уже команда «рядом» дается. Берем в левую руку кусок, заинтересовываем и кладем левую руку на уровне морды собаки спереди относительно своего корпуса. Спереди. Кладем. Так, чтобы собака чувствовала, что там есть лакомство и носом тыкалась в кусок. Носом. А вот. Лакомство. Несколько кусков сразу в руке. Несколько. И несколько шагов вперед. Поводочек провисает. Правая рука вниз. Она идет и может на ходу выедать лакомство. Остановились. Кусочек за голову собаки. За голову. Собака села и дали лакомство. Хорошо. Ряда. Молодец. Хорошо. Лакомство даем от себя, ближе от ноги. Чтобы собака не отрывно была к хозяину приближена. То есть лакомство даем не сторонкой, а от ноги. Хорошо. Ряда. Лакомство кончилось. Команда «гуляй». Гуляй. Хорошо. Молодец. Собачка сидит у левой ножки. Да. Поводочек, поводочек в правой руке свободно провисает. Мы не тащим собаку за собой. Ни в коем случае. Мы ее приклеиваем к себе именно за счет стимула, за счет лакомства. Вот. То есть мы поощряем движение собаки свободное у ноги. Она сама свободно идет рядом у ноги. Заинтересовали. И именно на том, что ей интересно. Мы начинаем движение. Начинаем движение. Рядом. Хорошо. Рядом. Молодец. Остановились. Кусок за голову. Собака села. Хорошо. Рядом. Молодец. Умничка. Хорошо. Кусочек. Это самое. Еще раз. Заинтересовали собачку. Заинтересовали. И повернулись кругом. Вот собачечки. Заинтересовали. И повернулись от нее. Да. 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 Вот. Интерес. Каждый раз собака сама идет, интересуясь куском. Мы ее не тащим за собой. Не тащим. Хорошо. Рядом. Молодец. И гуляй, команда.